Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться еще одним рецептом пасхальных куличей. Мы с вами уже делали классический рецепт, по которому всегда печет моя мамочка. Ссылочку на этот рецепт я тоже оставлю в описании. Но по вот такому рецепту куличи получаются более сочные и насыщенные вкусом. Я все свои куличи сейчас стараюсь делать на топленом молоке. Для этого я закипятила молоко, оно у меня покипело немножечко и заливаю его в термос. Накрываю и оставляю постоять минимум 4 часа, а лучше всего оставьте на ночь. Хорошо, когда молочко потом станет такого нежно-кремового цвета. И у него будет своеобразный такой именно топленый запах и привкус при этом. И наши куличи благодаря этому получаются более ароматные. 150 грамм молока и половину масла, то бишь 30 грамм отправляю закипать. Тем временем просеиваю 2 с горкой столовые ложки муки от общего количества. Это у меня вышло 40 грамм. И буду заваривать эту муку. Кулич у нас этот будет на частично заварном тесте. Благодаря тому, что в куличе есть заварное тесто, он остается дольше влажный, не черствеет и при этом мягкий и сочный. Теперь наше заварное тесто, накрытое, остывает. Отвешиваю дрожжи. Дрожжи всегда использую живые, тем более для куличей. Но кто любит использовать сухие, пожалуйста. А живые дрожжи я начинаю перетирать со столовой ложкой сахара. Они буквально через 30 секунд становятся вот такими вот жидкими. И теперь к дрожжам добавляю подостывшее уже заварное тесто. Оно должно быть температуры меньше 40 градусов, чтобы удобно было ручкой взять и не горячо. Иначе наши дрожжи просто сварятся. И оставляем это тесто на 30-40 минут, для того, чтобы в нем дрожжи просто ожили и начали развиваться. И теперь начинаем, собственно, весь остальной замес после того, как наше тесто постояло. Добавляем сюда сразу сахар и ванильный сахар. И хорошенечко перемешаем. После того, как уже вмешали сахар, добавляю сюда растительное масло. Растопленное, но не горячее, сливочное масло. Оставшиеся 30 грамм. И теперь буду добавлять сюда 1 желток и 1 целое яйцо. Конечно, лучше использовать яйца домашние, тогда наш кулич будет вообще такого оранжевого красивого цвета. Опять хорошенечко перемешаем. Оставшийся белок я отставляю, он у меня как раз пойдет потом на украшение, на глазурь. Буду делать стандартную глазурь. И теперь сюда просеиваю оставшуюся муку. Это у нас 210 грамм. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, но в среднем я всегда просеиваю сюда еще 210 оставшихся грамм. И потом уже смотрю. Обычно больше не нужно. Это тесто чуть-чуть плотнее, чем обычное классическое. То такое более плывучее, я бы сказала. Это более плотное за счет заварной основы. Также я замочила в кипятке и добавила туда немножко коньяка, изюм и у меня здесь вишня вяленая. Потом это все добро слила на сито и немножечко промокнула полотенечком, для того, чтобы убрать лишнюю жидкость. И теперь буду это все вводить в тесто. Можно перемешать с мукой, но так как тесто не очень мягкое, поэтому я решила не забивать его мукой и буду перемешивать так. Ничего страшного, все равно вмешается и никуда наша начинка не денется. Я, конечно, сюда шуранула сразу 70 грамм изюма и вишни. И получается у меня, ну, очень много, прям насыщенное такое количество. Можно использовать цукаты. И теперь оставляем тесто подходить. Смазали форму растительным маслом, оставляем подходить минимум на полтора часа, а лучше на 2-2,5. Оно увеличивается в размере раза в 4, тогда уже можно будет с ним работать. Почему так долго? Потому что это тесто, мало того, что оно сдобное, то бишь в нем большое количество масла, так оно еще и с заварным тестом. Оно более тяжелое, поэтому, чтобы дрожжи у нас начали хорошо работать и образовали большие пузыри, для этого ему нужно подольше постоять. Капелечку приминаю тесто, не тревожу его сильно и буду его вставлять в формочки. Я буду делать маленькие куличики. Я здесь делаю всего лишь, и вам рецепт даю на треть порции. Обычно пеку в 3 раза больше, но так как еще сейчас мне куличи, собственно, не нужны, поэтому сделаю вот такие вот маленькие куличики и потом, собственно, дам их ребенку. А на сам праздник, на само торжество обычно пеку в 3 раза больше по количеству. Формирую вот такие кружочки, прячу внутрь, стараюсь спрятать внутрь все наши сухофрукты, чтобы они не подгорали. Тесто должно занимать от 1 трети до половины формы, не больше, иначе оно у вас повылазит потом с форм. Я делала и в бумажных формах, и вот таких вот металлических, которые вставляла пергамент. Бумажные формы я все равно потом снимаю, не люблю, чтобы куличи мои оставались в формах. И оставляем это все подходить, тоже минимум на час смотрим, чтобы они хорошо у нас подошли. Так как уже некоторые куличи у меня подперли под верх формы, я уже решила поставить все это в духовку. Духовка разогрета 180 градусов, и печем их от 25 минут. Вот такие вот куличики у меня пеклись 20-25 минут, но они узенькие у меня, они у меня где-то сантиметров 6 в диаметре, не больше. Они маленькие. Сейчас они очень нежные и мягкие, ложим их на бочок остывать, а лучше вообще на что-либо мягкое, потому что они потом могут согнуться. Они вообще воздушные, как пушочек. Так как доставала их ночью, поэтому свет немножечко искажается, и они кажутся темными. На самом деле они не темные. В общем, так достаю все свои 4 куличика, вот таких вот небольших. Даю им полностью остыть, и потом буду украшать глазурью. Но здесь не принципиально, просто я уже их вынимала ночью, а украшать буду их утром. Вот такие вот куличики они у меня получились. Равномерно пропеклись. Их можно пробовать, когда они пекутся в духовке на сухую лучинку. И теперь просто сделаю глазурь. Оставшийся от теста белок, буду в него добавлять просто сахарную пудру. Я не покупаю никогда глазури, в которых в составе есть крахмал, иначе глазурь эта не застынет и будет липнуть. То есть вы куличи свои никогда не накроете, и они у вас будут по бокам подсыхать. Это вообще неудобно. Поэтому использую именно просто сахарную пудру. На один белок уходит где-то 150-200 грамм сахарной пудры. Зависит от нужной вам консистенции. В данный момент я делала консистенцию помягче, для того, чтобы получить более длинные и низкие подтеки. Чтобы они у меня стекали на самый низ кулича. Чтобы везде была глазурь, чтобы ребенку в общем было сладко везде. А вы можете использовать и глазурь погуще. На эту глазурь замечательно у вас пристанут и вот такие вот шарики. Два куличика я присыпала шариками, посыпкой. А на двух нарисую такие своеобразные веточки шоколадные. Буду делать котики. Рисую шоколадом веточки. И потом взяла буквально столовую ложку глазури от общего количества и добавила в нее еще немного сахарной пудры. Для того, чтобы она стала у меня поплотнее. И буду не рисовать уже сами котики. Вы видите, вокруг своих веточек я ставлю небольшие точечки. Я бы сказала, это почки наших котиков. С которых именно сами пушки вот эти вылазят. Поставила шоколадные точечки. И теперь из глазури погуще ставлю сверху над шоколадной почечкой белый такой шарик. Можно немножечко подкрасить, делать не белые эти шарики, а чуть-чуть либо коричневые, либо голубенькие. Но это абсолютно не принципиально. Это очень просто и быстро такое украшение. Вы можете, конечно, украшать как хотите. Можете просто присыпать. Я в предыдущие свои годы оставляла несколько вариантов украшений. Я и цветочки делала, и расписывала свои куличи. Я ссылочки обязательно оставлю внизу под видео. Вы можете посмотреть. Там очень вкусные куличи, которые я делала в предыдущем году. И вот такие вот куличики у меня получились. Сейчас я один разрежу вам и покажу, какой он внутри. Но внутри он обычный, как классический. Просто в нем большое количество изюма и вишни. Можно использовать, конечно, светлый изюм, либо курагу, либо что кто любит. Вот такой вот куличик у нас получился. Он очень мягкий внутри и влажный. Я бы сказала, он как будто бы пропитанный. У него такой насыщенный аромат, благодаря тому, что в нем топленое молоко и масло. Это очень вкусные куличи. С наступающими вас праздниками обязательно попробуйте. И не забывайте же поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok